У нас в республике есть большая банковская группа, которая входит в двадцатку крупнейших в России. Она выполняет свои задачи более чем, более того, у нее есть песочницы исламские, которые успешно работают. И мы, например, в РЦФ проводили им экспертизу, к ним никаких претензий с точки зрения шариата нет. Ни у простых людей, ни у мафиатов. То есть вот этот комплекс уже есть. То есть спрос подталкивает к тому, что вот сейчас эти песочницы, они работают эффективнее. Да у нас, ну давайте откровенно, у нас республика, основная конкуренция банковская, большая довольно-таки. То есть сейчас появится новый игрок, он, это знаете, как на ветру ребенок родится. Наверное, я бы обратил внимание, кстати, в сторону Чечни, потому что у них своей банковской группы нет, у них управляющих компаний нет. Было бы вполне логично, если бы они там создали свой республиканский банк и сделали экспертизу на соответствии нормы ислама, и вот он начал как раз функционировать. В принципе, я никаких проблем не вижу. Спрос должен быть. То, что там девушек одели скромную моду, вот одежду нашу, исламскую, это еще не исламские финансы. Должны договора соответствовать, схема работы соответствует. Вот мы в институт как раз в феврале собирали круглый стол, где эксперты с Чечни, с Дагестана, очень сильные эксперты были с Татарстана, это были доктора исламских наук, с Чечни был доктор экономических наук, с Дагестана, вот как раз Малатли Аскеров был, Ляреба, кандидат экономического. И они все однозначно высказались. Мы по этой схеме, по этих контрактам, мы не видим здесь ислама. С Белых пошел таким путем, ну, исламские финансы в мире, они уже прошли такой большой путь и сделали нам фактически четырехполосную шоссе, которую мы можем перестраивать с левого ряда в центральный и в правый, и в принципе там направление вполне себе понятно. Мы сейчас, если мы будем сами что-то придумывать, изобретать, причем без знаний иногда, вот это не очень хорошо. Должны быть установлены единые стандарты для таких организаций, то есть здесь еще есть работа по написанию стандартов, чтобы стандарты были едины для всех, а не так вот есть одна организация, в одном они там одни стандарты разрабатывают, другая, другие стандарты. Тут я соглашусь, да, потому что помимо общемировых стандартов тех же IOFI, нам нужны внутренние стандарты, конечно, да, потому что у нас и так по факту у нас там по Маля одни принципы, там, может быть, Валя другие принципы. Получается так, что внутри каждого участника эксперимента должны быть пока свои стандарты, а жизнь уже покажет, кто лучше. Нет, ну стандарты, они обобщенные же, вот, например, да, те же стандарты IOFI, да, там, именно там, где много всяких мнений и так далее, и так далее, они пишут в общем, то есть так, что под это подходит все. Халяль уже, знаете, какой-то определенный бренд, определенный знак качества, люди говорят, слушайте, мы доверяем, у людей есть какая-то экспертиза, идеология, они вкладывают в алкоголь, табачку, это, ну, грубо, но можно сравнить, вот, знаете, с фондами ESG, вот, которые на Западе, как бы, модные, популярные, то, что люди задумываются уже, куда они вкладывают, не в первую очередь, там, сколько они получат, а куда вкладывают. Поэтому, я тоже был первое время удивлен, что большая часть, это абсолютно людей, ну, далеких от ислама, им это интересно, они хотят в этом участвовать, они доверяют. Исламские финансы, это все-таки не вот эта тростовсическая тема, модель, когда тебе дали деньги, и потом тебя и залог отобрали, и выжили, вот, знаете, вот это кредитное рабство. Нет, исламские финансы, это про партнерство. Знаете, люди могли собраться, несколько человек, вложить деньги в какой-то бизнес, прописать доли и начать работу, и это бы были исламские финансы на принципах справедливости и равенства, понимаете? Они актуальны и понятны любому человеку, на самом деле. То есть здесь партнерское финансирование, люди получают, как потопаешь, так полопаешь, то есть получают результат, он распределяется, то есть это, если обозвать это все исландскими финансами, то, пожалуйста, там сотни триллионов долларов, самые мощные игроки на финансовом рынке вообще, на мировом финансовом рынке, это хедж-фонды. И вот почему нет, то есть это у людей, даже за рубежом, есть потребность в этих инструментах, люди идут, то есть они не идут в банк, не кладут на проценты какие-то, они вкладывают в хедж-фонд, они считают это справедливым, вот эти, то есть то, что они получают там доходность, мирятся с тем, когда хедж-фонд показывает низкую доходность или уходит в убыток, то есть там нет вот этого, да, там мошенники обманулись. Абсолютно так. Где-то видно, чтобы человек, чтобы у человека что-то случилось, а банк его отпустил, сказал, слушайте, уважаемые, мы видим ваше трудное положение, как бы, мы сейчас уберем пальцы с вашей шеи, а вот взять тот же Кавказ, ну вот разговор про Мурат Лиаскеру, мы с ним общались, у них просрочка ноль, ноль, вы представляете, что в одном? Община, все друг друга знают. Отлично, вот это точно, точно, он просто набирает телефон, говорит старшему, твой балбес не платит, все, я завтра приду, сам заплачу, ему больше не давай, но это Кавказ, у нас так все не платят, не работает, но скорее всего там будут решать через суд и так далее, плюс он говорит, что есть ребят, действительно, у которых там сгорел дом, они там, что-то проблемы со здоровьем, я им говорю, все, вы мне ничего не должны, они говорят, как, ну подожди, мы сейчас поднимемся и все тебе вернем, вот исламские финансы, то есть он смотрит, объективно ли причины, действительно входит в ситуацию человека. А чего нет? Чего не хватает? Микрофинансов нет, вот та же самая Мурабаха, потому что пока у нас есть возможность купить там дом, квартиру или машину, но нет возможности купить пылесос, холодильник, потому что вообще не надо, потому что здесь я говорю о том, что да, здесь это очень мощный все-таки тоже просветительский проект, потому что люди через это знакомились бы с исламскими финансами, видели бы, как это работает на практике. Работа, опять же, стандарты, то есть что-то такое принять вот мы должны вначале, да, кто будет экспертизу проводить, даже вот тот же реестр ЦБ, который вызывает определенную озабоченность у меня, то есть как они будут вот туда, то есть с точки зрения, да, там финансов они разбираются, но когда они с точки зрения, например, будет это халяль или нет, то есть не войдет ли тоже исламская акт на Сбера туда под номером один, ну так далее, вот это как бы вопрос. Вот, то есть кто будет проводить экспертизу, опять же, по каким стандартам это все будет работать, действительно огромная есть разница между, скажем, нами, республиками Кавказа, тоже банковской сфере и так далее. Первое, что надо сделать, это как в любой орг управленческой задаче, первым назначить лицо, которое должно отвечать именно в Татарстане за эксперимент. Я так понял, не за экономикой, нет? Ну, мы понимаем, но мы предполагаем, но на деле там совершенно разных организаций, то вон Академия наук соберется, там что-то там начинает, пытается в этом вопросе поучаствовать, там Минэкономики, вон сейчас на Центробанк повесили этот реестр по партнерским организациям. То есть должно быть какое-то лицо, которое должно отвечать лично за то, чтобы там Татартан за два года достиг определенных показателей. Эти показатели должны быть в дорожной карте зафиксированы, сколько у нас будет организаций, какие предварительные объемы. И теперь уже, исходя из этих всех задач, создается межведомственная рабочая группа, а не какие-то подпольные рабочие группы, которые сейчас существуют. Мы не знаем, мы знаем, что там есть какое-то взаимодействие, какие-то периодические тусовки собираются, но это должен быть регулярный орган. И человек, который отвечает за исламский эксперимент в Татарстане, он наделен уномочиями, чтобы притворять жизнь эту дорожную карту. Я бы еще отметил один немаловажный фактор, что здесь у нас в Татарстане есть огромное количество денег у организации развития. Давайте так говорить, есть Синг, здесь Татнефть, здесь еще богатые организации, которые должны, если мы уставим задачу, чтобы достичь хороших показателей, создать мощную базу для исландских финансов, которые должны выделить деньги на капитализацию. За финтехным будущее где-то совсем недавно в этой индустрии порядка 80 миллиардов долларов крутилось, сейчас уже говорят 180 буквально за какие-то там 2-3 года. Это в России? Нет, это в мире, вот именно по исландскому финансу. Я справку сегодня смотрел, 2,2 триллиона было. Это все в общем, вы говорите, это и пищевая промышленность, и мода. Нет, я говорю чисто про финтех, мобильное приложение. Но это тоже очень серьезный человек. Вот, я к чему хочу сказать, вот это поколение новое уже, к которому, ну я себя уже не причисляю, сейчас уже они не пойдут в банк, даже я уже не пойду в банк что-то подписывать, смотреть эти бумажные распечатки. Сейчас все в телефоне, технологии новые. Поэтому я надеюсь, что судя по тому, каким мы путем в компании идем, я вижу, что у нас есть возможность, как Рокетбанк, запартнериться с каким-то крупным банком, под их лицензию создать карту, инвестиционные продукты, ту же рассрочку. И не нужно создавать вот эту огромную, так скажем, где-то неповоротливую, чтобы в каждом отделении у нас был двухэтажный банк. Это ни к чему сейчас уже. Ты нажал кнопку, ты получил рассрочку, ты где-то отправил деньги в инвестиции, и вот эта платформа, она тебе позволит говорить о том, что все спокойно, гарантированно, что это халяль, поскольку есть эксперты там из университета, из Муфтията. Вот я надеюсь, что я через пару лет застану, мы можем даже вернуться к этому разговору, что проделано через пару лет, да, чтобы можно было зайти в телефон, здесь купил, здесь продал, здесь пересисил деньги куда угодно, и все это гибко и понятно. Спасибо.